Так, ну давай, смотри, что там. Прошла вода? Прошла. Давай, открывай моё кофе. Ну, заварка где осталась? Там, внутри. Под этой стучкой заварка. Вот там заварка. А, во, кофе там. А тут мне накапало, да? Ну, сейчас я как ценитель кофе мне накапало. Сейчас попробую, что мне накапало там. Я такое ещё не пила. Кофеёк. Кофеманам привет. Привет в одно из любимых мест наших. А что такое бунтан? А где вот это, что я всегда покупала? А что ты покупала? А вот это такими зарез... Да. Ну, вон он есть, нэм. О, нет, я буду нэм. А что, суп не будет? А мы туда брали, да, суп? Ну, давай суп. А вот. Бунтан. А какой мы туда брали? Есть суп оба. Так, ребятки, зашли перекусить на улице Мороз, минус 10. Замёрзли. Замёрзли. И зашли перекусить вьетнамская хата. Такая неплохая забегаловка. Ну, довольно-таки вкусно готовят. Вот, ребятки, вот такая вот японская хата. Это очень даже ничего. Немножко мне неудобно снимать тут. Я так скрытой камерой поснимаю, что могу. Мы сейчас заказали, нам сделают, принесут. Я вам расскажу, насколько это вкусно. Такое заведение со всякими там бистро. Тут пицца, там то-сё. Ну, ТРЦ обычный такой магазинчик. Давай, рассказывай. Так, это в этот суп. Это Снежана раз заказала. Это Снежана раз заказала. Это говядину, что я заказал. Точно? Точно. Это не моё? Нет, не твоё. Главное, порции, посмотрите, какие. Обожраться. Чтоб ты наелась. Вот этот салатик с ростками сои. Вот такие вот штучки. У меня такой вот супчик. Там свинина у меня. Какой-то у меня там этот. Рыбный пирог какой-то был написан ещё. Сейчас попробую. Вон он рыбный пирог. Ну, да, я так понимаю, вот это рыбный пирог. А у Миши что-то там креветка натертая ещё, да, Миша? Ну, то такое. А, ну, что там сверху? Сейчас я у себя поковыряю. Помидорка. Рисовая лапша. И вот такой. Ну, я думаю, Миша со мной поделится лапшу попробовать мне, красавица. Ну, ты обойдёшься. А, ну, глянь на меня. Посмотри мне в глаза. Ты ещё меня ставишь голодным. Конечно. Ты тоже ешь монстр. А это тебе в супчик, да, капосточка? Это салат? Это листья салата, да? Это, вот это сюда. Ну, я так и понял. На, попробуй. Оно жгучее, острое такое. Приятно, приятно. Если тебе надо. А, это ты туда добавил этот соус? Да. О, я сейчас попробую своё. Этот пирог рыбный, который в супе у меня. Сейчас я вам расскажу, вкусно это или нет. Хочешь попробовать? Нет. Знаешь, на что напоминает? Ребята, вкус омлет со вкусом рыбы. Рыбный омлет. Реально такой, прикольный такой. Консистенция, как омлет для яичных. Но со вкусом рыбы и такая тоже приятная остринка супа. Довольно-таки. Довольно-довольно-таки. Ничего. Так, сейчас поедем это. Потом будем пробовать салатики. Я вам расскажу. У меня тут такое разновкусие в супе. Ещё я забыла, с чем я заказала. Короче, это рыбный пирог. А вот это, думаю, что это такое? Так я же начала есть. Один кусок уже съела и потом поняла. Это ананас. У меня острый, острый суп. Острый, прям во рту уже так горит. С ананасом. Кто-нибудь когда-нибудь ел острый суп с ананасом? А я ела. На секундочку. Завидуйте. Как там? Жареная лапша, да? Да. Завядиной, с перцем. И пахнет имбирем. Напальше. Я чувствую, да, там приятное такое специи. Ой, ребята, у меня такая феерия вкусов. Сижу, немножко отдыхаю. Настолько пряно-острая. У меня дыхание... Перекрыло дыхание у меня. Вкуснючая. Ты ешь, как кролики тенят, как, господи, ёжики. Флакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот это я сейчас. Оно вкусное до безумия. Но оно остро-горячее еще. И мне хочется, я его ем и тут же задыхаюсь от остроты. И хочется есть еще-еще. Ну, короче, да, как-то так. Миша нормально, он по-острому нормально выступает. Я, конечно, насчет этого дама нежнее. Сильно острое, не особо. Оно и не острое, оно как-то такое... Пряно-жгучее, да. Приятное. Хочется кушать и кушать. Так. У меня сугубо салатик. Из ростков сои, морковки. И что-то там еще. Ну, морковки мало, тут ростки сои. Сейчас я немножко... После острого не могу до сих пор. Наелась так, чтобы... Сейчас продегустируем. Так, ребята, вот и я, я вернулась. Лицо немножко у меня заплаканное. Слезы выбивает этот весь. Острая такая кухня. Короче, что я хочу сказать по салату из ростков сои. Чтобы вы могли себе представить это феерию вкуса. Вот такой был. Ребята, вкус зеленого молодого горошка. Кто любит зеленый молодой горошек? Класс. А что ты не любишь? Мне, например, нравится кайфовое. Я люблю его тырить на поле. Ты сейчас уже не притыришь на поле горошек. К тому же могу ты и зарядить. Ну, люблю. Все уже частное. Короче, салат зеленый горошек. Вкус. Вот эти по ростке. Кстати, это очень... Не знаю точно, я не узнавала, конечно. Дрова полезна. Очень полезна, да. Особенно вот эти... Как коровы. Нет, именно вот эти зародыши, вот эти вот всякие по ростке. Конечно. Вот. Даже смотреть страшно. Такая ерунда. Вкусно. Вкусно-вкусно. Вы не слушайте еще. Ему мясо самое вкусное. А нам, женщинам, полезно. Ты не пробуешь, да? Пробую сейчас макароны. Подожди. Миша лапшу мне угощает. Сказал, лапша альденда. То, что мы любим всегда. Сейчас попробуем. У меня прям какой-то букбан получился, да? Сегодня. Перед экраном ем. Уже. Которую минуту. Надо не забывать, плямка тебе говорит, ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Не, ну... И глазами так подкатывать. Ага. Ага. Я уже подкатила. Плямкой ты будешь. Давай в кадре там, плямкой. Дальше, ребята. Реально вкусно. Реально такое неповторимый такой вкус. Вообще, вьетнамская кухня мне нравится. Мы уже когда-то кушали, тоже на этом видео есть. Мы забегали в такую вообще киоск такой с вьетнамской кухни. И кольцо ребята готовят вообще. Вьетнамцы, конечно, молодцы. Значит, это... Кухня у них интересная. Надо еще поучиться. Так как они готовят. Вот. Ну, класс. Мне понравилось. Так, и хит этого тура нашего гастротура. Это кофе по-вьетнамски. Вот это. Я же расскажу. Не в курсе, это. Инструкцию. А ну, давай, инструкция. А у меня чай. Чай по-вьетнамски. Какой-то там. Что это за чай? Мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-ча. Я знаю, я читала, что мать-ча такой. Наверное, мать-ча на украинском, мать-ча. Ну, надо, что-то, понюхай. А ну-ка. И что он такой зелененького цвета, веселенького? Страшненько зеленое пить. Хорошая. Это такой порошок. Это продается, причем очень дорого он стоит. Мы видели в супермаркете когда-то вот это вот, он баночка вот такая, вот такая вот, ребята, баночка, вот такая баночка порошка. Он стоит там что-то там в районе 200 гривен. То есть, 9 евро. А ну-ка, Михаил, удивите нас. Достаточно вкусно. Да, приятненький. Здесь налит засыпано кофе, ситечко сверху и налит кипяток. Кипяток должен пройти через кофе, и кофе будет внизу. А вот эта жижа, ну-ка, когда все готово, поднимает вот эту крышечку, и воды не должно быть. Вода еще есть, еще ждем, чтобы оно... Прохождение. И все, и пьешь. Это кофе по-вьетнамски, ребята, ждем. Так, ребята, пробуем вьетнамский кофе. Кофе взяла без молока, предлагали с молоком, взяла без молока. Но все равно присутствует какой-то такой сливочный, ненавязчивый такой сливочный запах. Интересный. И вкус очень интересный. По объему, как американо, не эспрессо, а как американо по объему. Ну, очень крепкий, могу сказать, очень крепкий. А это американо по-вьетнамски. Ага, значит, я угадала, американо. Ну, я описываю вот объем. И 100 миллилитров, скорее всего. По вкусу очень крепкий, но такой прожаркий, не сильно жареный. Он крепкий, но не горький. И довольно-таки приятный, со сливочным таким запахом и вкусом. Не знаю, что они туда добавляют. Что за кофе? Может, это их тоже какое-то их... То, что приготовление их вьетнамское. Но какое-то, видно, кофе тоже вьетнамское, потому что кофе такой интересный вкус. Не такой, как я обычно пью. Довольно-таки неплохо. Так, ребятки, вот так мы покушали. Вы знаете, рекомендую, кто не пробовал никогда вьетнамскую кухню, рекомендую вам попробовать. Очень даже будет неплохой для вас вкусовой такой... Как это назвать? Коллапс, да. Очень вкусно. Но реально мы уже не первый раз пробуем вьетнамскую кухню. И как бы ни разу, все время мы как бы стараемся что-то заказывать другое, разное. Но ни разу еще мы не разочаровались. Всегда будет вкусно, всегда интересно. Классно. Все, всем привет, ребят. Спасибо.